Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Эх, времена» и я, Михаил Лицарев. Сегодня в гостях у нашей передачи будет Юрий Михайлович Кузьмин, кандидат исторических наук, доцент по кафедре всеобщей истории. Юрий Михайлович, здравствуйте! Добрый день, Михаил Юрьевич! Ну что же вы так сразу, Юрий Михайлович, официально-то? Ну что же, ладно, могу неофициально, Михаил просто дозвать вас. Да, и все, Миша, и все. И сегодняшняя тема нашей передачи – это политические кризисы. Очень много звучит такая фраза в наше время «политический кризис», но не так много кто даже понимает, в чем действительно заключается суть данного высказывания и что это по-настоящему-то такое. И вот как раз Юрий Михайлович, сразу же, дорогие радиослушатели, я уточню. Юрий Михайлович – это мой учитель, мой преподаватель. Это человек, друг семьи, и мы дружим с семьями до сих пор. А внук Юрия Михайловича – вообще студент моей матушки, Ксении Станиславовны Лицаревой. Уже, как я понимаю, бывших, хотя бывших студентов не бывает. Итак, Юрий Михайлович, я, как и сказал в самом начале, еще до записи, я в предвкушении. Итак, давайте. Политический кризис. Вот что это вообще такое? Что это за определение? Вы знаете, я никогда не задумывался вот об этих вопросах. Я, можно сказать, с 35 лет читал курс «Новейшая история Запада». Это 20 века. Историю Франции, Германии, США. Понятно, там были кризисы какие-то. Но я просто не говорил об этом, не размышлял. А сейчас накануне вот эта передача про размышлял. А что это такое? Какое мы понятие вкладываем? То есть это, прежде всего, политологическое понятие. Это не историческое. Но, тем не менее, это интересная связь истории и политологии. Так вот, если так вот суммировать. Я много посмотрел фульмировок. Мне понравилось, вот я даже сам там кое-что подкредактировал. Так кратко. Политический кризис – это трудное переходное состояние какой-либо общественно-политической системы, которая требует решительного поворота перелома. В общем-то, мне кажется, вот это очень важно. Именно требует перелома или поворота. Когда он наблюдается? Почему он происходит? Здесь мы можем обозначить несколько причин. Обострение социально-политических противоречий в этом государстве, допустим. Второй момент – важный конфликт между исполнительной законодательной властью, который может перерасти в очень страшные вещи этот конфликт. Третий момент – экономический аспект, конечно. Управляясь экономикой падает, экономические проблемы возникают. Четвертый – недоверие к власти. Недоверие к власти может выражаться просто к тому, что люди не идут избирать, люди голосуют против власти. И пятый момент – это протест активность массы. Вот это для себя обозначило вот эти пять основных моментов, которые могут наблюдаться или перевести к политическому кризису. Понятно, что не все пять компонентов может включать вот этот кризис. Отдельные, может быть. Один, два, три. Но не пять, все, естественно. И здесь возникает вопрос. Если кризис возник, он как-то должен иметь выход? История приводит немало примеров того, какие выходы бывают. Вот для себя я тоже обозначил, я тоже анализировал дома, размышлял. Две. Два пути. Есть выходы или завершения вот этих политических кризисов. Первый выход – это позитивный. Что имеется в виду позитивный? Позитивный имеется в виду – это модернизация той системы, которая подверглась кризису. Не сломаю, а именно модернизация. То есть понимание того, что если начался кризис, значит, эту модель надо модернизировать. И негативный. Слом этой модели. Ликвидация модели. То есть все, она себя изжила. И здесь можно примеры, конечно, привести. Будем примеры говорить. Ну, вообще… Давайте вот еще коснемся этого вопроса. Да, стоит провести вообще параллель и сказать, что на самом деле, то есть когда мы говорим о модернизации, да, или же о, скажем так, закрытии, то есть, ну, тут все очень просто. Здесь на самом деле биология – эволюция и инволюция. То есть вот то, что идет вверх и то, что идет вниз. А вот также стоит отметить, что политический кризис, да, это вот, как вы уже сказали, это вид организационного кризиса, признаками которого сформулированными еще в 1963 году Чарльзом Херманом являются неожиданность, угроза и дефицит времени на реакцию. То есть, соответственно, политический кризис, он наступает и требует, скажем так, решительности какой-либо. То есть это не бывает что-то вот четко спланированное, это что-то вот резкое. Это вот по Херману как раз. А вот, и если говорить о примерах, о тех примерах, которые были, ну, понятно, да, это, как пример, отергейский скандал. Это вот, пожалуй, вот такой вот, один из самых, наверное, ярких. Ну, я не знаю, политический кризис, он как-то, категория этих кризисов, может быть, с большим трудом я бы назвал этот ультеровский скандал. Он был связан с событиями 1972 года, когда проходила предвыборная кампания в США, в Америке, когда Ричард Никсон избирался на второй срок. И вот так возникла такая ситуация, что он республиканец, и республиканцы проникли в отель «Отергейт», в штаб-квартиру демократов, послушавшие устройство, так называемые водопроводчики. И самое интересное, что да, там их раскрыли, но в чем вина Ричарда Никсон? Он не знал об этом, но он пытался скрыть, он пытался замять этот скандал, который был неприятен для республиканцев. И в конце концов, демократы начинают импичмент, процедуру импичмента, и он уже под угрозой того, что все, его отправят в отставку, он в отставку ушел. Но это как долго продолжалось, полтора года все это происходило. Это не просто так, сходу. Никсон ведь на самом деле, он до сих пор является в какой-то степени объектом для насмешек даже у американцев, и он вообще очень такой сомнительный персонаж, прямо скажем. То есть, прям совсем сомнительный. И он еще вызывает какое-то, знаете, внешнее какое-то отталкивающее. Нос. Да, да, нос такой большой, какой-то плоский. Щеки вот эти вот такие вот. Да, 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 и вот карикатуры очень много. Мне кажется, вот из американских президентов больше всего карикатур про Ричарда Ниэд. То есть этого, да. Да, да. Про него, да. У Никсона прямо, он в обилии. Я не знаю, можно ли вообще это называть политическим кризисом. Опять же, скорее всего, нет. Больше нет, чем да. Но вот любопытный факт, значит, в 1992 году венгерский политик и представитель Олимпийского комитета Пал Шмидт защищает докторскую диссертацию, посвященную Олимпийским играм. 20 лет спустя его, занимавшего в тот момент пост президента, обвинили в плагиате. Оказалось, что его работа почти полностью заимствовала труд болгарского спортивного деятеля Николая Георгиева. И после этого Шмидта лишают докторской степени, а три дня спустя политик объявил об уходе с президентской должности. Это скандал. Да, это скандал. Это скандал. Но вот, опять же, мы перед передачей шли с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович говорит, вот кризис в Венгрии, политический кризис? Я говорю, ну да. Он такой, да, хорошо. А вот кризис в Чехословакии, политический кризис? Я говорю, ну да. Он такой, нет. И вот, собственно, Юрий Михайлович, давайте мы, собственно, с вами и разберемся. Кризис там, кризис тут, а тут не кризис. Как так? Давайте вот начнем с вами с каких-то моментов. Ну, что, с Венгрии начнем? Или с другой? С Франции. Давайте с Франции. Давайте вот с Франции начнем. Подальше, поближе. Да, да, да. Она все-таки вдалеке так. Вот, вы знаете, когда завершилась Вторая мировая война, Франция стала перед проблемой. Какую конституцию принимать? Там Третья Республика была, она рухнула в 40-м году, понятно, после оккупации Франции Гитлером. Какую республику? Президентскую, парламентскую. И победила идея парламентская. А почему, собственно говоря? Да потому, что непопулярна была роль личности, сильной личности. Потому, что к чему они привели сильные личности? Гитлер, понятно, к чему. Сильная личность была. Он держал в руках авторитарный режим. Муссолини. Все. И поэтому, да, а Деголь был сторонником президентской власти. Он полагал, что в той структуре, которая существует во Франции, только президентская власть может решать проблемы. Но, увы, победила демократия. Референдум был. Все, проголосовали за парламентскую республику. Хотя Деголь это выдающаяся фигура в то время была. Потом он еще более выдающимся становится. Но он ушел в отставку. И что же получается? Возникла Четвертая Республика. Возникают проблемы. Какие проблемы? Первая проблема. Серьезная проблема. Франция – это многопартийная система. Любая многопартийная система – это неустойчивая система. Если она парламентская система. То есть, проходят парламентские выборы. Там порядка 15 партий. И каждая партия получает определенную долю в парламенте. Для того, чтобы сформировать правительство, что нужно сделать? Создать коалицию. В эти переговоры. 5-6 партий договорились. Создали. Замечательно. Начали действовать. Одна партия говорит – нет, ребята, я что-то уже устал от вас. Уходит. Все, кризис. Кризис. Конечно. И самое интересное, что период после 1946 года, где-то за 10 лет, сменилось больше 15 правительств. Это же вообще. Но какая нормальная политическая, экономическая жизнь в этой стране может? Когда постоянные прельсы меняются. Да никакой, конечно. Это первый момент. Который вызывал, конечно, недовольство у многих людей. Они ощущали, что это такое. Сегодня перверг, министр один, а завтра какой-то другой. Откуда они появляются? Что это такое? Недовольство народа. Конечно. Элита недовольна. Нужна стабильность. А когда нет стабильности, это всегда какая-то неопределенность. Второй момент. После Второй мировой войны рушатся империи. Колониальные империи. Французская империя рушится. Индокитай, 1954 год. Отдается. Сдает. Все. 1954 год. Поражение. В 1954 году начинается война в Алжире. Алжир тоже хочет уйти. Ну ладно. Индокитай-то далеко. Они как-то спокойно это перенесли. Конечно, там сражения, поражения при Бьен-Фен-Фу. Это тяжелая была потеря. А тут Алжир-то рядом. Но более 10% населения Алжира это французы. И вдруг они начинают войну. Что делает политика? Что делает Франция? Франция практически раскололась. Они говорят, давайте мы дадим свободу им. Говорят, нет, не надо свободу. Расколы общества. Не могут найти консенсуса. Значит, нужен какой-то объединяющий фактор. Третий момент. Вот, знаете, Франция, она всегда как-то была более-менее самостоятельной в своей внешней политике, в своих действиях. А тут какая-то странная закономерность стала проявляться. Франция становится проамериканской. Я не считаю, что совсем сильно. Но тем не менее. Англия, понятно, она всегда имела проамериканские позиции. У Англии и США всегда особые отношения. Но вдруг Франция, она начинает преклоняться перед Соединёнными Штатами Америки. Тем более блок НАТО, штаб-квартиру где располагает? В Париже. Во Франции американские войска расположены. Для французского народа это совсем непонятно. То есть, понимаете, возникает какое-то брожение, которое в 1956 году приводит к выборам. Выборы, которые не очень удачные были там, которые создают очень много проблем. И вот возникает ситуация. Кризис, он не выражается в том, что кто-то недоволен там манифестацией, демонстрацией. Нет. Общество зреет, общество понимает, что что-то нужно делать. Или это уже понимает. И что делает летом 1958 года? Парламент приглашает Деголя. Дорогой Харль Дегольф, берите пост премьер-министра. Дегольф сказал, да, я готов. Но чтобы выйти из этого кризиса, нужно то сделать, то, что я давно предлагал. Дайте мне полномочия полные. Хорошо. Полностью полномочия. Мы сам распускаемся. Вы представляете? Национальное собрание сам распускается. Дегольф диктатор практически. Он может так и остаться этим. Но он говорит, нет. Я должен что сделать? Принять новую конституцию. Провести новые выборы. Провести выборы в парламент. Президент. Президентские выборы. И потом начать новую линию, которая стабилизирует ситуацию. Значит, конституцию приняли. Создали новую партию, которая получила название. ЮНЕР называется. Л'Union pour la nouvelle République. Это французский союз. За новую республику. Такое название было. Это ЮНЕР победит на парламентские выборы. 70% получает. 70%! Ни одна из политических партий не могла конкурировать. Это же Дегольф был. Конечно же, фигура. Победитель. Победитель, на самом деле. Президентские выборы. Кто поддерживает победу? Конечно, Дегольф. Вышли из кризиса. Прекрасно. С 1958 года. Франция в течение 10 лет. Такая динамика развития была по многим направлениям. Экономическая, социальная. Там, аэрокосмическая программа. Создание скоростных поездов и так далее. Значит, развитие аграрного сектора. Первое место в Европе стали занимать по экспорту сельхозпродукции. Благодаря вот этим новым реформам, которые... Но здесь мы можем назвать достаточно важный момент отметить. Дегольф доминировал. Дегольф патронат был такой, знаете. Не всем понравилось. И потом, там, 68-го года, но уже другой вопрос. То есть, из этого кризиса вышли. Я вот... Юрий Михайлович, я вот что хотел сказать. Вы извините, если перебил. Вообще, стоит отметить вот этот момент. Вот часть... Не то, что даже часть, а вот большая такая вот цепочка политических кризисов в Европе. Это вполне, кстати, естественно, после окончания Первой мировой войны, которая так называлась, там, ну, Великая война, которая, да? И это, кстати, прелюбопытнейший факт, что в Европе, вот в той вот большой Европе, которую мы знаем сейчас, демократических режимов на самом-то деле вот раз-два и обчелся. В большинстве своем, в европейских странах как раз приходят режимы авторитарные, тоталитарные, собственно, монархии, господи, ну, монархии конституционные, абсолютных монархий на тот момент уже, если мне память не изменять, не было. Не было, да, конечно. То есть они были конституционные, это там Дания, Бельгия, Голландия, а если брать какие-то демократические, вот именно демократические, прямо такие вот, ну, условно говоря, ну, понятно, это Великобритания, да? Ну, Франция. Франция, конечно же. Еще у нас, кого у нас можно отнести? Германия. Самая демократическая конституция была. Да. Самая демократическая. При Веймерской республике как раз. Да, Веймерская республика. Но вот как раз потом происходит слом, и вот мы что видим? Португалия авторитаризм, Испания авторитаризм, ну, это уж потом уж, как бы, там, идея, там, тоталитаризма, прям, как-то так, но мне кажется, это все-таки больше авторитаризм, чем... Авторитаризм, конечно, вполне, да. Конечно, да. Греция авторитаризм, даже Греция авторитаризм, Албания, там ЗОГУ, собственно, в Албании был, Италия, понятно, тоталитаризм, Германия, национал-социализм, да, там, тоталитаризм. СССР, тоталитаризм, Прибалтика, так называемые эти вот патернализмы, которые, собственно, как раз... А вся Восточная Европа авторитаризм. Да, да, да. Вся Восточная Европа, начиная с Польши, завершая Югославия. Да, да, и на самом деле с очень сильными, ну, прямо скажем, сильными лидерами, прямо вот прям сильными лидерами, все-таки, ну, Пенито Муссолини, да, там условный Гитлер, Сталин, это вот такие примеры, самые вот, скажем так, это вот как... Верхушка, да, но ведь все-таки была та же самая Венгрия с Хорти, все-таки, который пережил, да, там и многие моменты пережил. Опять же, была Румыния, то есть, до примеров, понимаете, опять же, Польша же та же самая. Ну, Пилсудский, да, территорий с Мерковым. Да, Пилсудский, конечно же, Ярговый, понимаете, то есть, и это вот на самом деле, соответственно, мы можем сделать какой вывод? Понятно, да, вот первый такой вот этап в нашей новейшей истории, это, понятно, окончание Первой мировой войны, которая перекраивает вообще карту Европы, в том числе и политические. И затем, собственно, как раз период вот этот вот межвоенный, да, и потом снова послевоенный. Вы сказали по поводу Франции, кстати, также вот мне хотелось бы добавить, что еще в 44-45 прообразом для НАТО, для организации НАТО, Черчилль видел Соединенные Штаты Европы, которые предлагала, как бы, собственно, отдать Америке и сказать, давайте, ребята, правьте тут этими Соединенными Штатами Европы. То есть, понимаете, ладно, хоть где-то, хоть как-то там разум возобладал, но, понимаете, то есть, да, конечно же, и опять же, тут появляются вот эти вот лагеря, лагеря, то есть, Восток, Запад, но Восток имеется в виду все-таки Восточная Европа. Да, и когда мы говорим о СЭФ, понятно, на ум приходит, собственно, Венгрия и приходит Чехословакия. Ну да, два таких интересных события происходили. Я не называю политический кризис, но я считаю, что для меня, знаете, Венгрия, это, конечно, особая страна. Я там служил в Будапеште два года, безусловно, я очень интересуюсь всегда историей этого государства, общался с венгерскими солдатами, они мне даже говорили, ну, Юра, ты не похож на русского, ты мадьяр наш. Хорошо по-русски говорили ребята там. Ну, вы знаете, Венгрия, я же служил как раз, прошло несколько лет после событий 1956 года, и еще ощущалось, чувствовалось, чувствовалась вот эта напряженность, которая была, тем более, когда ходили мы на, мы по одному нас не выпускали, мы ходили группами, в Будапешт смотрели окрестности или там достопримечательности. Вот, конечно, события 1956 года, это самый, наверное, интересный период в истории Венгрии, тем более по поводу этих событий, очень много разных подходов, разных взглядов, но мне кажется, там, конечно, кризис был. Почему? Потому что Венгрия, это страна, которая очень необдуманно, наверное, слишком резко стала копировать советскую модель. Даже говорили Ракоши, лидер, мать его, Ракоши, там, лидер венгерской партии трудящей, лучший ученик Сталина, лучший ученик Сталина. И вот это вот необдуманное решение, ведь Советский Союз имеет свою специфику, Венгрия свою, особую. И вот эта попытка создать микросоветский Союз в условиях Венгрии, она начала катастрофически сказываться в начале 50-х годов. Особенно к 1953 году, когда, вот знаете, после смерти Сталина новое руководство пригласило к себе в Москву вот этого Ракоши и сказали, что же ты, мать, аж делаешь-то, давай это надо переделать. Кстати, он сам говорил в своих воспоминаниях, когда я приехал в Москву, я думал, все, я не вернусь в Венгрию, меня, наверное, в Сибирь отправят. Потому что он понимал, что он наломал дров. Ему сказали, ладно, оставайся лидером партии, но тот второй пост, который ты занимаешь, ты отдай другому человеку, который понимает, осознает, что нужны какие-то изменения. Появляется имр-нать, радикальная группа. Понимаете, появляется одна группа догматики, Ракоши, ярко выраженной, который в любом случае, он остается приверженцем сталинского подхода, хотя он вроде соглашался с советским руководством, и имр-нать, он говорит, что нужны реформы. В сельском хозяйстве надо больше уделять легкой промышленности, там больше права человека. Вот, 1953-1955 год, Венгрия начинает оживать, Венгрия начинает становиться иной, она модернизируется. Но тут некоторые посчитали, что это слишком большая модернизация. Ну, с помощью Советского Союза имр-нать отправили в отставку. Ну, тут появляется новый премьер-министр, но уже не Ракоши, а Хайгедюш, Арпад Хайгедюш, молодой, 30 лет. И вот там, но все не менее, борьба-то продолжается. Не все согласны, интеллигенция выступает, суденчество выступает против этого, что нужны реформы, ну что же, что же мы остановились. Вроде бы хорошая дорога пошла, хороший путь пошел. Но, в конце концов, и Ракоши отправили в отставку летом 1956 года. Все, греза не мает. Но это такой же, второй Ракоши. И в конце концов, к осени обостряется ситуация до такой степени, что 23 октября проходит манифестация студентов. После манифестации начинаются массовые какие-то столкновения. Но это обычно бывает, когда слишком много людей на улице, если так, слишком толпа напряжена, а именно толпа напряжена, это приводит к какому-то смятению. Начинается такой разброд и шатание, полиция ничего не может сделать, начинают захватывать оружие, и советские войска уводятся в Будапешт. Первый раз смешались. Но им Ренадь это восстанавливает. Ему говорят, да, им Ренадь, давай, ты будешь премьер-министр, да, давай, продолжай линию. Тут советские войска со своими подходами, своими идеями. Осторожно надо. А тут радикал. Радикал Ракоши. Да, говорит, да, мы должны продолжать эту линию. В конце концов договорились с советским руководством, советские войска уходят в ночь с 29 на 30 октября. И говорят, ладно, сами решайте все вопросы. Ушли, но они из Венгрии, а вокруг Будапешта стояли и наблюдали, что же там происходит. А тем более, знаете, очень хорошо наблюдать можно со стороны Будды. Ну, вы знаете, Будда и Пешт. Будда и Пешт, да. Будда это горная часть, Пешт это равнинная часть. Я очень хорошо этот город-то знаю, и мы вот, у нас там интересно было, когда учения проводили, но обычно ночью поднимают на учения, чтобы не мешать движению. Часа в два, в три, там, рота, боевая тревога, подъем, и поехали. Обычно мы в Пеште были, на окраине Пешта, и проезжали мы весь Будапешт через красивейшие мосты. Вот эти через Дунай. Поднимались, вот побудь вверх. И вот знаете, вот когда поднимаешься вверх, так оглядываешься назад. Вот Пешт, вот как на ладони, вот как на ладони, чем выше поднимаешься, все видно, все видно. И вот они как раз остались, понимаете, наблюдать, наблюдать. И надо сказать, что после того, когда им Ренадь получил определенную самостоятельность, он начал, в общем-то, продолжать эту линию, продолжать линию, и начали какую-то консолидацию находить. Но это радикалы. Догматики были, но они не очень были. Еще третья группа появляется. Умеренные. Я наш кадр. Понимаете, вот этот вот разброд и шатание, который был, он, я не знаю, чем закончится. Конечно, предполагать можно все угодно. Но советские войска 4 ноября вмешались в эти процессы. Может быть, эта модернизация что-то дала, но советский Иисус не дал. Так что, и все. То есть, осталось то, что было. То есть, это позитивный момент в плане какого? Не то, что хорошо это или плохо, а позитивный, то есть, ничего не изменилось. Остались те стандарты, которые были раньше. То есть, понятно, плановая экономика, государственная собственность и так далее. А вот продолжим мы после рекламной паузы, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, слушайте нас. Итак, дорогие друзья, с вами снова передача «Эх, времена» в студии Лицарев Михаил и Юрий Михайлович Кузьмин, кандидат исторических наук, доцент по кафедре всеобщей истории. До рекламы мы как раз говорили о определении политического кризиса. Мы приводили всякие шалости, типа интервью премьер-министра Ирландии, вот, аргейский скандал. Конечно же, мы поговорили о политическом кризисе в Франции и в Венгрии. Юрий Михайлович, у нас, собственно, рядом вот как раз Чехословакия. Чехословакия. Рядом с Венгрией, я имею в виду, Чехословакия. Это не рядом с нами, точно. Она в душе у меня до сих пор. Скажите, Юрий Михайлович, а вообще вот политическая ситуация в Чехословакии, она, на ваш взгляд, как? Она сильно отличалась от ситуации в Венгрии или же нет? Очень сильно. Если, допустим, в Венгрии там действительно была конфронтация, хотя радикальные силы будут очень сильны, то я бы назвал, что вот после январского пленума 1968 года, когда пришел Александр Дубчик к власти, стал первым секретарем компартии Чехословакии, это были умеренные политики. Типа Яна Шикадр. Я именно так определяю. И даже, знаете, вот здесь момент такой отметим, что когда они пришли к власти, вот эти реформаторы, Александр Дубчик и так далее, в это же время Яна Шикадр с 1 января 1968 года ввел новый механизм в экономическое развитие экономики. И те реформы, которые он проводил, они были более радикальны, чем в Чехословакии. Кстати, реформы в Чехословакии экономические начали в 1965 году. Они, правда, не очень хорошо шли. Не очень, но тем не менее. А вот политические реформы, которые проводились, они были очень такие, знаете, очень такие, ну, я бы не сказал, что они были глубокими, но они, в общем-то, очень были осторожны в этом плане. Тем более, Александру Дубчику в июле уже 1968 года говорили многие, вы что же, Александр, дорогой, прекратили реформу, почему Пражская весна заглохла? Все. То есть, понимаете, они осознавали, что в любом случае они всегда поглядывали на Восток, как Восток реагирует. А Восток очень активно давил. Если на Венгрию, он не очень сильно давил. Он упустил где-то там Советский Союз. А здесь постоянно. То в Дрездене встретили, то в Москве, то в Братиславе. То все время давили на этого, то в Варшаве. И поэтому Александр Дубчик, он, я бы не стал говорить, что он там какой-то радикал, но это умеренный политик. К чему это привело? Ну, я не знаю, может быть, такие небольшие подвижки произошли, в таком, знаете, политическом плане. Но то, что было в Венгрии, это не сравнить ни в коем случае. В Венгрии там был радикализм очень силен. И поэтому, когда были везены войска, это было... Вот вы знаете, я... Для меня это, конечно, больной вопрос. Я сам участвовал в этой операции Дунай. Участвовал, как говорится, в подавлении Пражской весны. Я все это знаю, все это видел. И когда мы пришли туда, и 95% чехов сказали, что вы что, ребята, 90%... Ну, это так, относительно, вот когда беседовали. Да зачем вы пришли? Да не надо было. Да вы что? Вы что? Ну, никакой контрреволюции нет. Все нормально. Какая там контрреволюция была? Это было просто небольшие реформы. Большая, небольшая корректировка. Поэтому говорить о политическом кризисе, с моей точки зрения, не совсем рационально. Это, между прочим, как-то так вот вообще все складывается, что вот кто не придет, все скажет вот именно глазами участника, прямо так скажем. Ну, получается так, что же делать? Да, да. Я, Юрий Михайлович, я вами так заслушиваюсь. Сижу на вас смотрю и думаю, боже мой, какие у меня все-таки были прекрасные студенческие годы. Спасибо. Мне повезло все-таки вас слушать на парах. А еще я помню, как мы с вами когда-то обсуждали вопросы того, что социально-политические особенности стран можно рассматривать сквозь призму футбольного хулиганизма. Я вот еще помню вот это вот, когда-то там давным-давно мы с вами об этом говорили. Но к нашим-то, собственно, баранам-то. Хорошо, ладно. Вот мы поговорили. Есть, собственно, Запад. Для нас это как бы все-таки Западная Европа. А Восточная Европа, которая гораздо ближе к нам. И мы, собственно, потому что являемся ее частью. А что у нас, Юрий Михайлович? Вот понятно. Вот такой самый пример, наверное, это Украина, да, где случилось убийство Георгия Гангадзе, который в действительности аукается до сих пор. И если вы, дорогие друзья, как-нибудь посмотрите там условный Ютуб, да, там какой-нибудь там Шария, или же даже не обязательно Шария, вы можете услышать, что... Ну, вы можете услышать такую риторику, когда постоянно фамилия Гангадзе всплывает. Сейчас еще добавилась фамилия и Алэся Бузины. То есть вот постоянно Алэсь Бузина, Гангадзе, Гангадзе, Алэсь Бузина. И это ставится, конечно же, в пик нынешнему правительству и тому, которое было еще до этого. В общем, суть-то какова, если из вас кто-то не знал. В общем, Георгий Гангадзе был украинским журналистом, основателем портала «Украинская правда», которое публиковало расследование криминальной деятельности президента Леонида Кучмы и его ближайшего окружения. Летом 2000 года он сообщил близким о ведущейся за ним слежке. За ним повсюду следовал автомобиль марки «Жигули». И два месяца спустя, 16 сентября, журналист пропал без вести. 2 ноября его обезглавленное тело находят в лесу в 100 километрах от Киева. Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз заявил, что у него на руках есть аудиодоказательства причастности высшего руководства страны к убийству журналиста, в том числе и Кучмы, сделанной президентским охранником Николаем Мельниченко. То есть так называемой как раз кассеты Мельниченко. Скандал привел к массовым акциям протеста, которые многие эксперты расценивают как предпосылки к оранжевой революции. Или же, как это будет на украинском языке, помаранчевая революция. В 2011 году против Леонида Кучми было заведено дело, которое закрыли всего лишь год спустя. Суд посчитал, что пленки не являются достаточным доказательством его вины. И понятно, Украина в действительности в политическом плане нестабильна и нестабильна, пожалуй, прямо вот с 91-го года. Да, пока нестабильность, конечно, существует. Ну, что делать? Ее там, она абсолютно нестабильна. Я застал моменты как раз там, еще при Януковиче, когда они производили деиндустриализацию и когда производили демонтаж производственных мощностей. У меня там как раз работал на таком демонтаже, работал брат. И он мне все рассказывал, что вот как это, говорит, хорошо, что я могу, говорит, вот за один день там заработать тысячу-тысячу-двести гривен. То есть он, а пенсия у моей бабушки была, я помню, две с половиной, заслуженный учитель УССР. И он, говорит, а я, говорит, тысячу-полторы тысячи, говорит, спокойно, говорит, за сутки там, что там, говорит, чермета, цветмета понабирал, посплавлял, говорит, и все, и заработал. И вот так вот, как бы, собственно, все и происходило. Но ведь это ведь, понимаете, если, к примеру, Янукович, он же был дважды судимый, то есть президент Украины был дважды судимый. Допустим, мэр Харькова, мэр Харькова еще до 2014 года также был судим. То есть, ну, там политический кризис, по-моему, как был, так и есть. Ну, он продолжается, он периодически. Если даже посмотреть, вот взять, открыть там политические кризисы в Украине, там столько и кризисов, порядка 5-6 постоянно, вот с 91-го года. Да, но это разговор, вот, вы знаете, я все-таки как-то не так углубленно изучу Украину, естественно, для меня всегда Восточная Европа. Я хотел бы еще, Михаил, вот о чем сказать. Помните, мы говорили, что кризис может как разразиться? Позитивно? Да. Вот позитивно Франция, модернизация. В Венгрии осталось то же самое. А есть негативно. То есть, этот кризис, он привести к тому, что та модель, которая существует в этом государстве, в этих государствах, она рушится и создается новая модель. Да. Очень сильно отличающаяся. Да. И вот я хотел бы как пример это, это Восточноевропейские революции 89-го, 91-го годов. Когда действительно осенью 89-го года вся Восточная Европа, ну не вся, ГДР, Числовакия, Румыния, Болгария, они же поднялись, поднялись против этого режима. И в конце концов, к чему это привело? Режим ушел в отставку, прошли новые выборы, победила оппозиция, а именно оппозиция, которая выступала с иных позиций, с иных стандартов. И эти страны пошли по новому пути. По пути прозападному. Да. Рыночная экономика, там, все понятно, я думаю, все это прекрасно. Да, конечно. Да. То есть, вот, пожалуйста, негативное разрешение этого политического кризиса. Один позитивный мы, Франция и Венгрия отмечали, а здесь негативный. Да. И, конечно же, эта тема еще очень актуальна в связи со всеми событиями в Беларуси. Актуальна также для кого-то, наверное, и я уверен, что сейчас кто-нибудь будет кричать, вот, а как же Россия? А наши политические кризисы? В действительности политические кризисы в России или где-либо еще могут быть обоснованы, не то, что даже обоснованы. Я вот вам всем настоятельно рекомендую прочитать так называемую теорию циркуляции элит Парета. Вот это вот такая вот базовая политологическая штука, которая говорит о том, что, собственно, есть элита, которая, вот, правящая элита. Если она перестает отвечать вызовам времени, то эта элита отступает, скажем так, она уходит. И на смену ей приходит то, что снизу, которая тоже со временем превращается в элиту. Это такой своеобразный политический круговорот в государствах. И в действительности, когда мы говорим о политических кризисах, нельзя, как бы, не сказать ни о, там, допустим, ну, нельзя забывать о социальной политике, нельзя забывать, конечно же, об экономике, нельзя забывать еще о чем-либо. Но политические кризисы очень часто происходят, если брать именно личностно, да, просто по той причине, что мы теряем спокойствие. Мы начинаем думать, как радикалы. Мы начинаем думать, как люди, готовые устроить революцию. А нужно все-таки, мне кажется, думать, как граждане и как русские люди, те, которые любят свою страну. И хотят стабильности. И хотят стабильности. Да, безусловно, безусловно. На этой позитивной, положительной ноте, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Я напомню, что в студии с вами был Михаил Элицарев, доцент кафедры истории и политических наук ВИАТГУ, а также Юрий Михайлович Кузьмин, кандидат исторических наук, доцент по кафедре всеобщей истории. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. Эх, времена!